Влад, с победой и с днём рождения. Расскажи, часто ли приходится тебе играть в день рождения? Да, наверное, последние два года я играл в день рождения. Или за день, или на следующий день. Ну, рядышком всё. Ну, каково это, игра в день рождения? Да то же самое, ничего не меняется. Ну, как с утра начинают поздравлять, наверное, звонить, а ты как ре готовишься? Да, те, с кем я хочу поговорить, я сам звоню, а так особо я трубки не беру в день рождения. Ну, победа – это подарок на день рождения? Конечно, конечно. Как сегодняшняя игра? Тяжело было? Ну, местами было тяжело, не могли как-то нащупать свою игру. Ну, хорошо, что быстро забили гол, и во втором тайме забили второй. В принципе, игра давалась неплохо, но пропустили контратаку, и стало напряжённо. Но всё равно ребята хорошо отыграли в обороне, и мы выиграли сегодня. И сегодня сыграл достаточно ярко, заметно, но немножко не везло в завершение. Были моменты, да, когда мог попасть в оборону? Да, были моменты, где могли ребята отдать, и сам не попал в створ, но ничего страшного, главное, выиграли. Ну, в кубке вы уже точно вышли в следующую стадию. Какая мотивация в этих играх, когда всё равно уже понимаешь, что вышел? Какая мотивация? Мы любим футбол, и, не знаю, для меня это всё, поэтому для меня важно в каждой игре выходить и побеждать. Локо выйдет, скорее всего, на «Спартака» или на «Динамо» в Москву? Ты бы что предпочёл? В принципе, мне без разницы, и хотелось бы сыграть с хорошей командой. Или «Динамо», или «Спартак», я буду рад каждой команде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!